Концлагеря фашистов прославились нечеловеческой жестокостью кузникам и невозможными условиями содержания. Унижения и издевательства для заключенных начинались уже с момента транспортировки. Людей избивали, пытали, проводили медицинские эксперименты. В числе тех, кто пережил ужас нацистских застенков – Николай Яцев. Родом Николай Сергеевич из Воронежской области Каратаевского района. Родился 1 января 1940-го и уже в два с половиной года попал в концлагерь. В 1942 году, в июле месяце, немцы уже оккупировали наше село. И когда немцы оккупировали, то согнали две деревни и погнали в Воронежской области, в Новохопёрский район, в село Семилуки. Немцы сразу организовали на место военный гражданский плен. Всех заключенных загоняли во враг, который был обнесён колючей проволокой и охранялся автоматчиками и собаками. Семилуки для маленького Коли стали домом на целый год. Для чего они организовали такой лагерь? Чтобы лагерники эти работали, им помогали на линии фронта рыть окопы, траншеи, блиндажи немцам. Те, которые отказывались работать, их, конечно, били или расстреливали. Которые болели, плакали, тоже расстреливали. В соседнем аврае трупы сбрасывали с бульдозами. Как рассказывает Николай Сергеевич, чтобы не умереть с голода, им приходилось есть мёртвую конину и пить кипяток. В 1943 году Красная Армия освободила пленных. Но домой семья Яцевых так и не попала. Их деревня была полностью сожжена. Нас красноармейцы расселили в Курской губернии, но уже у мирных жителей. Ну, там тоже условия были. Может, чуть-чуть лучше, чем в концлагере. Семни были большие. Спали мы на полу, близко дверь. Заболели там тихом. Вся семья переболела. И только после войны Николай Сергеевич вернулся домой. Его семье удалось заново отстроить дом и отправить детей в школу. Николай Сергеевич Яцев закончил 10 классов и поступил в техническое училище на специальность токарь. А в 1959 году Николая Сергеевича пригласили работать в Саров. На тот момент ещё шатки один. Работал токарем. Отработал 9 лет. Приобрёл, как сказать, квалификацию 7-го разряда. А потом поступил в наш вечерний институт. И здесь учился. Окончил институт. После института, перед окончанием института, я перешёл на должность конструктора. Просто рядового конструктора. Три года в должности конструктора. Потом руководителя, а следом и начальника конструкторского отдела. Николай Сергеевич может похвастаться не только карьерой, но и счастливой семьёй. Вместе с супругой вырастили детей и сегодня помогает им в воспитании внуков.